Как восполнять жизненную силу и энергию, особенно в не очень простое время, когда много стресса и нервов? Заранее огромное спасибо за ответ. Доброго времени суток, мои уважаемые слушатели, и вновь мы с вами вместе. А давайте для того, чтобы что-то восполнять, сначала нужно убрать источник поглощения вашей энергии. Если мы сегодня возьмем наши, как вы говорите или пишите, или задаете вопрос в непростое время, и посмотрим на всю эту картинку непредвзято, то у нас получается обыденность такая, как всегда. Значит, у нас две стороны. Одни согласные, другие не согласные. Создана искусственная ситуация для того, чтобы вы без конца находились в такой большой группе, без конца выбирающих людей и слушающих огромное количество информации. Решение принимать вам некогда. В плане мы все не такие великие специалисты, которые могли бы компетентно собственное мнение для себя обосновать. И из этого получается такая трагикомедия, когда, знаете, как в котле все варятся, а с обеих сторон, так, по поручню этого котла сидят специально выставленные фигуры и пытаются забрать ваше внимание. Как только вы выйдете из этого, как только вы попробуете для себя, именно для самих себя каждый, осознать, а какова она, собственно, причина-то всего происходящего, и найдете третью сторону, которую непредвзято одни осуждают, другие достаточно серьезно навязывают. И примите для себя решение, каковы ваши последствия. Я не буду вас в ту или иную сторону направлять, потому что как только вы на кого-то перекладываете ответственность и думаете, кто-то сказал «та ли, тот ли», то в этот момент ваше решение, оно не истинное, не настоящее. И при любом развитии событий вы всегда будете или сбегать, или падать, или биться, или убиться. Опять две крайности. Так вот, я готова обсудить эту тему, наверное, в более такой конкретной ситуации или в конкретной беседе по отношению к каждому человеку или с теми людьми, которые, в принципе, хотя бы немножко позанимались. Не просто слушая эти ужастики, а адекватно воспринимаете, куда же эти две стороны, эти два направления каждого из нас ведут. И только в этом случае, после достаточно серьезной такой умственной работы, можно принимать решение о том, какую сторону вообще вы принимаете. Как только вы это решение примете, осознаете, и вам станет гораздо легче, то тогда и энергия ваша не будет никуда утекать. Потому что как только человек в своей голове очень долго думает и прокручивает, как такая круговая система, одно и то же, одно и то же, то наши мозги заставляют нас дополнительно искать информацию, а это связано со временем, это связано с внутренним состоянием, и вы начинаете себя плохо чувствовать, у вас появляется тревога, переживание, бессилие, бессонница, бесконечно хотелось бы с кем-то что-то выяснить. И так вот по кругу мы гуляем и гуляем. Но если вы будете еще более внимательны, то, заметите, то попускают, то натягивают. И опять там присутствует третья сторона, которую каждому из нас нужно осознать. И это наши с вами последствия. Нельзя, знаете, есть такая поговорка, «Умный хитрому всегда проиграет». Нельзя быть очень умным и бесхитростным — это беда. И нельзя быть хитрым, но не умным — это тоже беда. Вот нужно соединить эти две вещи, и тогда вы точно для себя определите, каково же ваше решение, и каковы же на основании этого будут ваши последствия. И энергия перестанет вытекать из вас, вы перестанете собирать бесконечность информации, вам станет легче, и вы увидите свой собственный такой векторный путь своего же развития. У каждого из нас разная информация и разная ситуация на сейчас, по жизни. И вот в зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваша ситуация развивалась, нужно и принимать решение. Большего, к сожалению, на сегодняшний момент я вам поведать не могу.